Рукава лучше закатать. Гипс, в принципе, отмывается от рук легко, отстирывается от одежды чуть сложнее. Засучив рукава, молодой скульптор в третьем поколении Никита Юдин показывает, как работать с гипсом. Подробно все этапы. Разведение материала, заливка формы и обязательное простукивание, чтобы выпустить лишние пузырьки. Участники мобильной ремесленной площадки узнали, как своими руками создать произведение искусства. Вот, еще. Прям посильнее. Ага. Давайте, помогу. Вот тут у нас сильно отстыл. Так мы делаем для того, чтобы у нас не было внизу бугра. Идея проведения серии мастер-классов для амичей у Никиты возникла давно. Этим летом он приблизился к своей цели. Отправился на фестиваль творческих сообществ России «Таврида Арт» и выиграл грант в 140 тысяч рублей на реализацию проекта под названием «Гипс». Мы очень хотели, чтобы скульптурное мастерство в Омске развивалось, потому что его очень мало и мало где этому можно научиться. Тем более мелкой пластике, вот такому виду, как гипс. То есть это была идея свое ремесло, свое хобби сделать общедоступным, чтобы люди знали это, люди умели это делать. На средства гранта Никита изготовил силиконовые формы, закупил гипсовки, венчики, шпатели, краски и кисти для росписи и, конечно же, сам материал. Да-да! Вот она у тебя такая хорошая, сейчас я тебе ее почищу. Для участников мастер-класса, не имеющих никакого опыта работы с гипсом, занятие оказалось понятным и простым. Во многом благодаря чуткому руководству профессионального скульптора. Достаточно интересно, разнообразно. Мне понравилось. Я хочу поблагодарить свою подругу, которая меня сюда позвала, что отвлекла меня от моей учебной рутины. Это Омыч, сувенир города Омска, который представляет, получается, Иртышские ворота, реку Иртыш, Омь. Я отвезу домой, в город Крюштал, в свой офис, здесь сейчас работаю, потому что люди многие не были в Омске, чтобы им напоминало о городе Омске, и они в дальнейшем приехали. Вылитые из гипса формы на этапе росписи стали превращаться в красивые сувениры. Алена Цыпленкова уже решила, куда поставить свою сову. Я поставлю ее в комнату на том. На самое видное место? Да. А у брата что получилось? У брата получился петушок. У вас будет целая выставка? Да. Проект «Гипс» рассчитан на год. Бесплатные мастер-классы запланированы в вузах и домах творчества. В дальнейшем Никита Юдин также планирует организовать регулярный класс по изготовлению индивидуального сувенира в творческой мастерской «Твой Рим», также созданной на Гранд Тавриды. Продолжение следует...